Здравствуйте всем! Слышите меня? Хорошо? Меня зовут Иван, я с группой компанией «Совбаланс». Приехал к вам рассказать, как вы выбирали ПКМ. На самом деле, выбирать мы не очень долго. Мы больше не потратили на его подключение, приведение всей системы нормальной. О чем буду рассказывать? Расскажу, почему для нас этот вопрос стал аквариум. Расскажу, какие решения нам больше всего понравились. Как соответственно, какой аппарат для нас подошел, почему для нас он подошел. И с какими сложностями мы столкнулись. Это самое интересное. Что это называется «Он за двери»? Я не отзываюсь ни о попу. Я просто рассказываю, как у нас это происходило. Я не хватит никого и не ругаю. Сначала, кто я такой, откуда и почему вообще решила рассказать об этом. Меня зовут ГВАР, работаю с клиентами, консультирую по продуктам 1.1.Bitrix. Мы там еще B3.24 иногда выделяем. Почему? Вопросы удаются. Потому что у нас есть веб-направление, мы разрабатываем сайт, в том числе интернет-магазин. Соответственно, тематика достаточно актуальная. Поэтому мы эти вопросы тоже прорабатываем. Почему? Мы решили об этом рассказать. В группу компаний у нас есть несколько направлений. Мы и сайты разрабатываем, и мы регуляем автоматизированные системы на базе 1С. И в том числе у нас есть отдельное направление, департамент торговых систем, которые занимаются именно автоматизацией розницы, кафе, ресторанов. Они же занимаются продажей торгового оборудования и соответствующим программным обеспечением. То есть, в принципе, они продают те самые кассы. И консультируют, и устанавливают, и устраивают эти 30 долларов. В принципе, о нем будет очень много информации. Как сапожник выбирался без сапоги? Сапожник – это как бы мы, а сапоги – это как бы касса. То есть, когда вообще пошли первые горячие обсуждения 54-го закона, это был, наверное, последний квартал штатского года, мы тоже активно тут включились, потому что у нас, вот каждая проблема, есть отдельный сайт, и многие из этих сайтов – это интернет-магазины в том числе. То есть, мы как экспиренцию работаем, которая занимается электронной коммерцией, в том числе и сами продаем. То есть, у нас есть сайт, который продает торговые оборудования, скандеры, принтеры штрих-кодов, систему сбора данных и так далее, в том числе кассы, которые соответствуют первые законы. Поэтому мы решили, а почему-то будет тогда, и чтобы, в принципе, информации было недостаточно. То есть, мы решили взять и разобраться в этом самим. В принципе, в первую очередь, с себя как бы. Включить и попробовать, каково это. То есть, это скорее вот за то, как это происходит, с чем приходится иногда бороться. Вот, в принципе, там, крышок главной страницы сайта, интернет-магазин торгового оборудования. В принципе, на главную уже там, что-то про ПС-54, сайт сразу кричит. Почему? Ну, какие актуальные для нас требования оказались? Ну, в принципе, достаточно распространенные, как у большинства людей, у которых приходится сейчас сталкиваться с этой тематикой. То есть, клиенты юрлиться, без лица, заходя на сайт, могут выбрать в товарном указании какое-то оборудование, расходные материалы, могут заказать и прямо на сайте оплатить. Банковские влайн. То есть, мы понимаем, что теперь уже к этому сайту нужно подключаться в онлайн-кассу. Ну, у нас еще и оффлайн-продажи есть, поэтому нам потребовалась касса, которая будет сразу как бы выполнять, ну, закрывать фар-канал и печатать чек, и отправлять электронные чеки в оффлайдинг. То есть, ну, после каждой покупки теперь мы должны пить чек. При оффлайн-продажах тоже нужен чек. В общем, пришли к поводу, что нужно с этим разбираться. Нужно подключать в интернет-магазин-кассу. Нам будут заказать покупателей, покупать кассы. Мы будем принимать в сайте чек. Выбрали такой вариант. В принципе, он хорошо себя заэксперимендовал. Почему выбрали его? Ну, во-первых, у нас давно не магазин не так, что мы прям активно там заказывали, шлируются, там, не более того, в 10 минут. То есть, нам не нужно там думать о фермах, думать про очередь чека. У нас, как-то, спокойно все это проходит. Поэтому Atom 30F имеет возможность как напишать чек бумажный для оффлайн-посетителей, которые могут в этом проекте, на ресепшн, доплатить за оборудование, за браску, в гипс-эксперимов-посторочную. Ну, в том числе, это и онлайн-продажа. То есть, он подсоединяется к компьютеру через юс-репорт, и при совершении паку в кейм, соответственно, человек отправляется в краткий фискальный данный. Технические характеристики, а так, для справки приема, о них я особо рассказывать не буду. Вот, далее, что мы делаем? Ну, в принципе, тут видно, что она стоит, эта касса, на ресепшн, это наш ресепшн, видите, мы прям с цветами решаем, все подключали, чтобы было празднично и весело. В первую очередь, нам нужно было зарегистрировать, получить электронную цифровую подпись, но у нас, в принципе, вопрос это прорабатывается заранее. То есть, мы уже в рентгенном документе оборудовании в бедряде, поэтому на сайте проблем не было. Если вам нужно вновь получить цифровую подпись, вы можете сделать это, в принципе, у любого оператора риска и данных. Но мы сотрудничаем с Тарскомом, первые люди тоже, в принципе, представляют эти услуги. То есть, сразу можно в этом месте все получить. Далее мы идем на сайт налоговой.налог.ру и регистрируем данную новую лицу. Соответственно, там регистрируем кассу. То есть, получаем доступ в личный кабинет и регистрируем кассу. Мы под это дело, под онлайн-продажей, выделили ИП заинвестированные и регистрируем его уже на сайте налог.ру и получали регистрационные данные для кассы. То есть, там бывает такая сложность, что вы заходите, начинаете заполнять данные. Там есть такой пункт, когда вы должны проверить условия выполнения каких-то требований. А требования касаются, в том числе, об армом обеспечения. То есть, требования касаются компьютера, браузера, операционной системы. Вот здесь у некоторых, ну, по словам сервиса инженеров, которые все это делали у некоторых клиентов, у них возникают трудности. Потому что мы не можем, например, отвечать за оборудование клиента. То есть, вам тоже нужно будет обратить внимание, но, в принципе, есть подсказки. То есть, вы заходите, начинаете что-то делать, а там система сама вам скажет, что если что-то не так, либо все поражено. Далее, там мы получаем регистрационный номер, который вбиваем прямо на кассе. Касса выдает ответный чек. Соответственно, мы его вбиваем уже в личном кабинете, завершая регистрацию. В принципе, тут все, на стороне железа, работа заканчивается. Опять же, я задал вопрос сервисным инженером. Ребята, а сколько долго все это вообще и сложно? А они говорят, вообще не сложно, это занимает примерно между 20. Ну, могут быть трудности с тем, что на сайте, например, налог.шк.ру, иногда выкатывают какие-то новые обновления, или, например, вот в конце декабря был очень большой поток в связи с новыми изменениями, большой поток вот этих регистрационных запросов, и система не успевала их хорошо и больно обрабатывать. То есть, если вы за неделю, там, 1 июля, решите все-таки этим заняться, то, возможно, вы не успеете зарегистрировать это. То есть, будет большой поток. Я думаю, скорее всего, с середины мая, и до 1 июля будет большая загрузка. Вот. Еще разочек. Так это все вы видите. Есть монитор. К нему подключено, вот, там, сбоку слева, сам, на Толт Инсцент. Он может печатать чеки, если приходит к нему, на фланг вести селен, же, как-то подключен через USB-порт к компьютеру. Так, каким образом через канал интернет-компьютера отправлять данные в этой. Ну, еще раз, да, о схеме сначала выбрали ПКМ. Достаточно. Ну, почему? У меня тут рецепт, он, в принципе, и такой, и по средней стоимости достаточно недорогой. И задача выполнять, в принципе, и хорошо себя зарекомендовать. Заключили договор с ОФД, зарегистрировали кассу в ФНС, в принципе, как мне сказали, то есть минут 20 занимает не очень долго. ОФД, соответственно, тоже подключили, складку настроек, трайвера. Ну, два часа специалиста технического, примерно. Если у вас есть специалисты, и знают вашу, там, инфраструктуру, могут сделать даже быстрее. Далее мы пошли рассматривать решение DNS-битрикс. Почему DNS-битрикс? Потому что у нас все сайты в компании разработаны на этой платформе. Ну, в принципе, и сотрудничаем с ним, если у нас все внутри, как на этой платформе, поэтому мы пошли смотреть, что у них есть. А у них есть новая 17-я версия платформы, и она подразумевает три основных сценария. Во-первых, это автоматическая интеграция с кассой, то есть с сайта касса автоматически интегрируется. Это как раз наш случай, потому что здесь постоянный ее надмен, то есть сайт отдает данные на кассу посредством мобильного приложения, о, не мобильного, бизнес-приложения. То есть нужно там кричать на чек, его отправлять, и получать ответные данные. Есть еще резервный вариант, это такое резервное сценарие, когда нужно вручную регистрировать чек. Бывает такое, что заказ там был сформирован, даже оплачут, но я вдруг упал в интернет, электричество вырубило, то есть с форс-мажорной можно зайти в платформу, там весь инструментарий, где можно вручную этот чек набить. И еще есть вариант с Altime интеграция с 1С, решили его не использовать позже, объясню, причем потому что у нас не типовая 1С. Да. И в принципе хотели проработать именно на первый сценарий, потому что он достаточно распространенный, потребуется, ну, произвести большинству наших клиентов. Что еще есть в решении 1С BITX? Есть отдельный модуль. Когда мы входим в модуль, там есть промо-страничка, где описывается вся инструкция. Я не знаю, может быть, твой коллега Роман, который был первым, когда он рассказал, говорил, да? Я тогда быстро, что бегусь не описывается, просто не присутствовал. Там есть страничка, там можно зарегистрировать кассу, и делится авторизационный код. Этот код мы вставляем при регистрации. Есть Windows-приложение, которое скачивается, код вставляется, касса регистрируется, вы вводите там определенные параметры, регистратив номер, модель, свободу. И важно, адрес, ну, в нашем случае, там, кажется, физически стоит по адресу юрлица, и по фактическому адресу юрлица, то есть у нас там один адрес. Нужно впить адрес именно юрлица, то есть у вас касса может находиться не там, где регистрируем. Вот этот магазин нужно будет ввести также еще адрес интернет-сайта. Далее. Все кассовые аппараты у нас подставлены в таблице. То есть мы заходим в модуль, можем увидеть сразу несколько кассовых аппаратов. Почему? Удобство заключается в том, что у вас могут быть несколько юрлиц, привязанных, например, к одной кассе, к одного интернет-магазина. То есть, например, какие-то там каналы продаж вам выгодны через F1, какие-то через O1. В другом у нас так работают. То есть и в кассе, в параметрах кассы забиты какие-то, по каким юрлицам она проводит взаиморасчеты, и какие-то владежные инструменты используют. Хранится в модуле также список чеков сайдель. Касса отдает ответ приложению, виду с приложения, потому что, ну, состоялась транзакция, данные очеки, далее приложение передает данные очеки в модуле модуля системе. Привязывается к номер заказа, то есть можно посмотреть, по какому заказу будет пропить чек, сумма и ссылка на чек. Критерс работает, ну, с СМС пока не работает, мы не знаем, будет ли это работать, но сигнал точно работает, поэтому каждая интернет-покупка, а вот ссылка проводится покупать себе на дочке. Ну, немного про заточеты, теперь их можно, как бы, как вручную, ну, там, в модуле, теперь в модуле можно закрывать как вручную, так и автоматически, то есть есть крешеты, где мы можем добавить этот счет руками либо настроить автоматическое время. Мы настроили так, что касса закрывается в определенный период времени, то есть в определенное время, открывается при проблении там нового чека. То есть не просто она, директор начинает работать, она просто ждет, пока не совершится очередная транзакция и начинается новое время. Открывает, поскольку себе. Да, да, да. Ну, получается, она 24 часа. То есть она не, есть определенное время, когда она как-то закрывается. То есть, а потом, она все, этот чек открывает, то есть, да. Да. Какие внимание к мелочам? про трудность в том, что теперь нужно печатать чека в какой-то интервал, про пять минут говори, потом говори, что пять минут, формулировка неофициальная, вот. В принципе, так как уже объясняла моя коллега, из-за того, есть необходимость печатать чек-то или переструйте в сразу в момент отлана. То есть нам теперь нужно думать о том, что касса должна работать в 24. А всем, о чем тоже говорилось, касса должна быть интервент соединения, в нашем случае она подключается через USB и тянет канал через компьютер. То есть нужен еще и компьютер, который будет постоянно работать. По основам разработчиков дорогого оборудования будут кассы, или уже есть, которые, в принципе, будут напрямую подключаться к Ethernet. То есть можно будет, в принципе, без компьютера подключить его, модельным пробкам. И она будет только наработать и не модель в этом компьютере. Ну, схема просто так, или не знаю, для справки. Вот. что билетриц может делать. Он может проверять доступность кассы для препаратов раз в минуту. То есть обращаться, спрашивать доступные лекарства для проведения транзакций. Например, если закрывается этот отчет или там пол-интернет, то система, обратившись к кассе, не получив ответа, о том, что транзакция возможна, она обращается обратно к сайту. И если, например, я зашел на интернет-магазин, нажал там, выбыл товар, выбыл способ оплаты, надо пополнить заказ, меня перенаправят на страницу, где будет написано, что, извините, касса дала в интернет-магазин, но да, там, через несколько минут вам придет прямая ссылка. Вот. Соответственно, когда касса выходит в онлайн, прямая ссылка идет покупателя сразу к оплате. В нашем случае это не очень, как бы, актуально, потому что, ну, актуально она пребывает пустые. Если у вас как бы, хорошая, такой большой поток заказов, то это... Да, клинику не очень скучают. Да, одну секунду. Вот. Что, по итогу, когда вы посмотрели решение, мы пришли вывод, что в риск нам подходит, потому что, соответствую закону, все кассовые операции эмулируются внутри платформы. Ну, в принципе, есть положение, теперь можно все это подключить. Вы имеете в виду генерирование очереди человека? Да. Я говорю, имел в виду, что, если у вас, о чем сегодня тоже, мне кажется, вы уже затрагили, тематику, если у вас высокая нагрузка, какие-то пиковые, вы можете, во-первых, задавать очередь, потому что печатались чеки, вы отправлялись, управлять. То есть у вас там одновременно несколько заказов поступает на магазин, кассы их обрабатывают, высадают бухерщик из сообщения. Либо есть возможность подключить сразу несколько кассов. Никак. Сделает заказ определенный сразу же. надежка, или это в системе формируется и на сколько это помогает на сайте это не влияет. Ну, в принципе, протестировали. Здесь мы приходим в фугу то, что будем использовать данную схему. И с какими трудностями вы столкнулись? У нас уникальная ситуация, нам пришлось в этом немного более покопаться в этих решениях, потому что, как я уже говорил, компания занимается недельным платформой системы учета на базе DNS, и у нас уже очень давно была разработана самописная DNS, полностью пастерная с нулевой платформой и у нее свои там порядки есть получение заказов с различных внешних источников, в том числе сайта. То есть, имея эту разработанную под нашу систему, мы дорабатывали модуль обмена сайта, мы дорабатывали структуру товарного каталога и дорабатывали структуру заказа на сайте. Это было еще до того, как пошли первые разговоры про эти онлайн-касты. Когда эти разговоры начались, мы начали думать, что нам теперь делать, поскольку у нас очень-очень все индивидуально. То есть, у нас своя разработанная 1С, у нас практически бонус переработанный модуль заказов и золкнули с нуля обычный кабинет для юрлиц, для физлиц, то есть, сайт достаточно крупный, такой с точки зрения функционала. Как это все теперь собрать? В принципе, мы взяли ту же самую схему, которую предлагает битрикс. Но нам пришлось выделить разработчиков, которые написали модуль обмена с КПМ на стороне битрикс управления сайта. В принципе, это такой же модуль. Он устанавливается, ну, пока что программистом, но если как бы мы будем разрабатывать дополнительный модуль, мы сможем закинуть в маркетплейс и оттуда устанавливаем. Модуль обмена работает на стороне сайта. А модуль обмена передает данные по заказу на принц-сервер. Это наша разработка, которая разрабатывалась изначально для того, чтобы подключать мобильные приложения к сайту. Но в итоге она подошла еще к душе. Параметры обмена подачи еще для этой задачи. То есть принц-сервер получает данные о том, что состоялся заказ, произошла оплата, он передает сразу же, моментально, ту же секунду данные на кассу, касса уже печатает чек. В итоге обработчик в событии посылает ответ о том, что чек напечатался, присылает параметры чека, принц-сервер отправляет чек в модуль обмена и там хранятся список чеков со ссылками. Также например, сейчас покажу вот так, вот, скриншот модуля. Модуль находится в панели обменивствирования в разделе магазин. Вот она касса, а то, вот ее идентификатор. То есть принц-сервер получается получать идентификатор, заносит данный модуль и достаточно такая простая схема так и работает. В принципе, это такая же схема, как и разработала Bitrix. Но мы взяли ее за основу и нам пришлось из наших сложностей с системой 4.1s ее чуть-чуть переработать. Примерно строят модули, то есть это обычный стандартный, ну, не стандартный, но похожий на стандартный модуль Bitrix. есть строковые, там числовые параметры и пример чек, который у нас напечатался. Соответственно, есть сумма, но МДС нету, поэтому не указаны позиции, дата, номер, смена, то и внизу указан почтовый адрес покупателя и, соответственно, он получил приходящий чек к себе на почту. Что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем похожую схему к этому сайтам подошла, схему, при которой он мог нам заказывать на сайт интернет-магазин, интернет-магазин дает данные предсерверу, для того, чтобы человек отправился в УВД, либо напечатался, получает данные о событии, о том, что человек отправился и сохраняет чеки, соответственно, с заказами. Все это происходит в принципе в одном едином модуле. Ну, тут в качестве итога, то есть, из-за того, что у нас сильно переработанная система учета 1С, которая была разработана на чистой платформе, мы изменяли структуру заказов сайта, и вот мы думали, что же делать, то есть, 1 июля, это совсем скоро, а потом заказывают через сайт, но он не то, что достаточно активный, но в принципе идет, достаточно стабильный. И решили, что в принципе будет достаточно, ну, будет как-то более-менее и быстрее, и проще разработать такой отдельный модуль для видео-супровой сайта, для наших сайтов, и разработать 3 сервера, который будет соединять наш сайт с кассой. Кассу мы выбрали от 1-3-7. Потратили на это все дело 70 часов, вот. В принципе, схему мы реализовали, если у вас есть ситуация, при которой вы используете какие-то там доработанные 1-С, можете обращаться, поможем, расскажем, как с этим бороться. Если у вас стандартные ситуации, в принципе, тоже имеем возможность указать услуги по настройке, потому что, в принципе, даже нестандартные ситуации. Вопросы, какие у вас есть? Вот это будет стоить. Вы имеете ввиду разработку нового модера? Я хочу у вас что-то тут показать, чтобы вы так же сделали красиво только себя. Поряд ли? А что это? С 10 тысяч до 1000. Ну, меня с назад не было. Отделяется там десятка, 10-30. Ну, смотрите, для того, чтобы соединить ваш магазин с кассой, потребуется там бач саргоспециалиста. С другой, так. Работа на 2-3, работающая отручность. Мы с Атоловскими работаем. Что? Касса Атол. Атол, 22 апреля, 28 сайт, саргинальный репер. Да, установлены приложения, о котором сегодня говорил коллега и я. То есть, приложение из кассы. Кассы подключаются к сайту. В принципе, сайт был обновлен до 17-й версии. То есть, это 2 часа работы, но где-то, не знаю, 5-й, порядок с. Еще вопросы? Ну, если вопросов нет, тогда не закончим. Всем спасибо за внимание. Аплодисменты. Аплодисменты.